у меня такая работа здравствуйте мы с вами родные люди мы знакомы с прошлого века смотрите сад больной а я поэтому приехал дело в том что у меня работа такая особая и так как получилось значит мы знакомы потому что у вас были рекордные урожаи по абрикосам саженцы мои подтвердите и второе значит сейчас вы сказали караул вы спросили что делать вот с этим абрикосом от кого абрикос от вас теперь значит не делать ничего сейчас подойдем поближе а потом еще про яблони вот давайте поближе дело в том что вы спросили что делать вот оля привет короче говоря на этот момент абрикос растет кустом так вот именно он растет кустом вот видите и теперь а потом он насчет когда насчет он обязательно заплодносит вы согласны со мной что заплодносит вы наелись моих абрикос 25 лет назад купили 30 30 ё-моё и ведь до сих пор же так вот слушай дальше значит это опять же теперь уже нет меня от моего сына сергея так его не запретишь растет кустом потому что здесь равно сибирске условия расскажите кустом как много сейчас он начнет расползаться то есть он будет расти а урожай его буквально положит на землю то есть шатром будет придется просто нельзя вырезать ничего нельзя вырезать и смысла нет нет такого как у меня бывало уже с 3 метра вверх вот тут проблемы а потом бог а вот а здесь как получается сейчас вот так растет но насчет когда в разные стороны расползаться первый урожай 2 вы просто связывайте веревками не давать ему иначе ломаться на счет или ложится буквально на землю так теперь 2 пошли 2 смотреть его маленько начали заедать в бекарасы тля я побрызгала вон свернутый обработала от вредителей его он выше стартану и уже чистый ну вы тут уже не новичок нет сейчас вот сейчас его сейчас он совершенно здоровый после как вы тут в дождь работать это что за сибиряки такие вот так этот придется вбить хороший кол или даже в копать кол выпрямить вот так смотрите вот я беру выпрямьте я покажу вот так вот и он тоже дело в том что тут две проблемы по хорошему ему надо весной чуть подрезать потому что он сильно пышный сильно хорошо растет вот но с другой стороны раны будут выпрямляйте и оставьте его покое эти ветки буквально до земли лягут под урожаем ну и пускай да а я приехал это вы спросили что делать а я приехал не из-за этого вот по всей сибири по всему этому минусинской котловине гибнут яблони крупноплодные вот все надо спиливать так вот смотрите там мы конечно спилите да вот это но это дерево вы не спасете ничем вот сколько его суждено еще год-два по плодоносит и она умрет все бактериальный рак с этим бороться бесполезно так как бы не натоптать пойдемте мне вот эти вот еще хочется и вам и людям показать вот эти вот тоже самое вот это да это называется предсмертный урожай вот чудо сказка все но и а это заканчивается теперь только по новой вот и и то без гарантии вот на рынке больше ничего не покупайте дохлый номер слава богу на сергея саженцы никто не жалуется даже на яблони покупать у вас только у сергея железова ну все тогда я заканчиваю дело то что и вас жалко как вы под дождем работаете сибирячки сибирячки а не было а а куда поедете по так ладно будем заканчивать еще где-то 1 было но дело вот чего а еще самое главное не я же снимаю это ради всех сотни людей увидели и сказали себе не подходить секатором все и яблоням особенно они больны этим самым бактериальным но я условно называю раком это не рак это бактериальная болезнь не 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 забудьте вот все что вот это вот позовите специалиста и он с умным видом скажет ах вот он манилиоз вот он вот он а на самом деле просто гибнет яблони да и валят на манилиоз ничем не опрыскиваете бесполезно не спасете раз и брызгали брызгали толку нет и не будет не антибиотиком вся страна весь мир брызгать дней антибиотиком поливала говорит вылечить кто вас научил антибиотика вот вот но поливая антибиотика моя в больнице в гинекологии работала на таскала нигде нигде сколько нигде бесполезно в общем я выставьте в покое поливала сколько скажите еще вопрос вот здесь у него тоже привился зацвел все уже какой год и станк стартанул и потом раз и пропал снова пошел дичок бесполезно на этом месте почему на этот счет пойдем посмотрим дело в том что если бы им со мной были рамки я бы всем обследовал рамками так еще еще раз еще раз приведете отлично отлично подой конечно он-то смотрите за лето дал прироста метровая вот а почему-то почему-то привыкание пошла биологическая несовместимость у меня друг почку пересадили через год умер почему отторжение вот везде это здесь при привык как это сплошь и рядом все теперь тоже будем теперь что еще закончим этот разговор вот так благодарю за внимание спасибо большое вам за помощь за подсказку мы не не волшебники только учимся вспоминаем эти огромные груши груши красавицы вы лесу красавицу это было чудо вы ее загубили сами резали резали кто вас научит и тут научили там родственник у нас любит а вот это всегда когда калечат сады обязательно есть родственник грамотный умный а его отец обрезал сад и вот он все формирует чашками о все на этим мне первое слово сейчас такое матерное сказала говорю не надо обрезать абрикос он рассердился секатор швыргнул и год больше не подходи ко мне все ясно это специалисты из этих специалистов россии садов нет вас послушала что не надо секатором обрезать и он хотел молодой обрезать огонь не надо не надо обрезать нет но вы сказали вот этот значит весной вообще не надо трогать мало спрашиваю сколько они уже двухлетки это в данном случае я же знаю вы покупали на на летку 1 лет ну а дальше сами должны знать сколько он тут двухлетка а на какой на какой год начинаю если привиты значит под 3 4 на следующий год может ждать за может ждать вот какое яблочко можете сфотографировать жигулевская а еще бы я жигулевского не знаю у меня таких полно все девочка вы вы помогли не мне вы помогли всем а я как мог вам помог спасибо спасибо за подсказку да волосы ну я в принципе повторяться не буду жалко конечно это привезли это предсмертный урожай это привезли с этой средней азии у нынче вообще она поникла и позатом году она урожайная была делал ящичек я набираю а она вот декабрьская такая облачка да шикарная была все давайте это как всегда мне почему-то фильмы грустно заканчивается да ну конечно грустного вроде же мы стараемся родственников много хотят яблок я не понимаю я смотрю на этот огромный огород но это цвета как вы успеваете почему вы еще не это не грабата я вот понять не могу я вот сюда сюда там кругом цветы цветы я вас нахожу всегда тут пози рака извините а я говорю так все точки не покушать давайте побольше сажутся а мы бы садили если бы они росли но они не растут но вам же родственник помог ну вот сейчас посадили будем это будем не трогать я сейчас им как бы как на естественный отбор сейчас не будем тогда резать естественно отбор нас у соседки курицу посадила ее хлопотала хлопотала об ней наседка паломна знаете полищу она там 3 или цыпленка чё подавила чё это а другая спряталась и нанесла и вчера принято привела целый выводок двенадцать не хлопотали где-то под кустом каким-то вывела и привела видите как сейчас мы по такой схеме будем работать ну понятно дадим естественный отбор так знаете чем не хватает у вас уникальный климат вот вот у нас климат не очень девчонки я не могу это это я говорю не вам потому чтобы еще кто-то услышал мои девочки вырастили 20 30 персиков не они не привитые привитые сергей продавал продал уже все вот смотрите еще близкой зимы нет уже продал персиков нет так вот слушайте он продавал по 2000 а мои девчонки продают по 1000 не привиты разница только в том что тот на второй год засветает они привитые которым я им костик дал научил их штук 20-30 они не привитые но зато по 1000 рублей я в это дело не вмешиваюсь я не могу сказать девчонки будут друзья вот вам заполчены если чё я пойду то что самым их привезу один-два-три если вам найдется один-два-три тысячи ну говори не для вас для всех ведь меня же и сианогорцы слышат и шушенцы и минусинцы вот подумайте вот и сейчас надо как-то телефон везите два персика нам по 1000 уже до вас не знаешь где вы как вот телефон него что сейчас отключаюсь и записывать вот поверьте это знаете куда как можно ближе к енисею у меня у меня же получилось я прикупил я же говорю не просто так не болтаю а чтобы люди слышали я прикупил один участок там 10 соток пять соток две соток еще десять соток и чем это чем дальше ты не сей а у меня же я же все-таки исследователь тут градусник тут на 5 градусов разница сотню метров проходишь у нас тут теплее чем туда два персика привезете привезу раз сейчас мы по обмене с телефонами 2 теперь после что хотел сказать вот сейчас пойдем искать место под персики туда вот дома в саду посадим у курей там у нас загородка вот 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 я это имею ввиду вот а потом я вас научил так сейчас будем исключаться зачем все девчонки давайте со всеми попрощайтесь до свидания удачи всем всем спасибо вы знаете я к вам не часто заезжаю на праздник на душе эти улыбки эти самые я же вас не подвел не с грушами огромными не с огромным урожаем абрикосов значит хорошая груша лесная красавица да пусть я тоже слышу а это уже к сергею тут я ни при чем просто мои помощницы ну это родственница не просто несколько десятков персиков вырастили и все на этом это как ну а когда прекратят болеть они прекратят потому что вот это звериная технология уничтожить сады вы часами рассказали а пока не прекратится бесполезно они так заражаются но не болеют долго а когда еще проходит секатором они просто умирают вот это горько и правду чем будем окончательно до свидания